квестик побочный что птолемей ложный фараон они географию изучают историю да лазутчики правы ты байк миджа из сивы дитя нила и защитник всех людей я нава и мятежникам нужна твоя помощь я защитник говори сэбни мой брат рассказывал детям легенды об александре великом и конечно двое детишек решили избежать потому что где-то рядом его сокровища дети есть дети конечно сэбни и еще один воин отправились на поиски детей но их схватили люди фараона ты знаешь где они да их видел наш лазутчик сейчас их держит в лагере хитае маза это на севере прошу найди их сэбни единственный кто знает куда дети пошли искать сокровища не волнуйся я найду всех так судьба мятежников значит говорите да хорошо так мне теперь отсюда надо выбраться правда сейчас 600 метров может мне туда куда переместиться нет идет с паскалом тут лезь карабкаться поднимается ветер и песок ветер с моря до только снил ладу нашим снил ладу нагонял беду нагонял беду и сказал баек мне не сказал баек мне так тут что я даже не вижу что перед них куда на скала то надеюсь не разобьешься пою на пусконе иногда могут вот так сигануть и сбиться бы с пути тихо 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 давай давай ни черта не видно у ребят жесть вот это пыльная буря я кстати дважды за свою жизнь в астрахани видел были вот такие прям пыльные бури в детстве один раз у бабушки и вот второй раз вот совершенно вот недавно была у нас в астрахани пыльная буря летом хотя нет двух лет весной блин а пока пыльная буря идет я не могу орла вызвать и быть в лагере к северу давай давай не привлекать давай какого ничего происходит Ну, Близлин, давай, наползи. Тут еще и... Ты, чувак, рядом стоял, не мог. Убегите. И тебя, я так понимаю, да? Освободить надо. Я твой друг навеки. Спасибо. Давай, подрезаем проклятым рекам. Сюда! Садой! Освободи нас! Кого у вас? Сейчас. Вижу цель. Могу стрелять. Ага, плитвик. Так, че, че они стоят? Следуйте. Ой, а у вас тут два плитвика? Нет, один плитвик. Скрикнуть не успею. Давай на дву. Нет, нет, осторожно. Держи цель. Тебе ходи. Ну, давай. Для тебя кое-что есть. Найдет так смешно. Долбите, долбите его. Да блин, шо ж ты. Давай, отопуй меня. Блин. Так. А где еще один слик? Да, губ золотой. Это без щита хорошо, кстати. Да. Ах ты, пах. Ой-ой-ой, нифига себе. Чувак, шо это? Это опасно, кстати. Скрикнуть не успеешь. Я тебя кое-что есть. Я тебя кое-что есть. Ух. Тебе не скрыться. Так, замечательно. Умри, умри. Ты труп, слышишь? Труп. Мне надо лучше сесть, чтобы зачпокать их. То они так не будут. Придется чинить. Так, все? Нет еще одного. Так, все, ребята, погнали. Так, слушай, дайте мне посмотреть, что мне там выпало. Не щит выпало золотой? А он что-то усыпление при блокировании. Поглощение урона при парировании. Устойчивость в ближайшем бою. А троечку, да? Устойчивость в ближайшем бою. А тут же устойчивость в дальнем бою. Устойчивость в ближайшем бою. Ага. Соглощение урона при парировании. Усыпление при... Кстати, надо проверить, как он вообще... Ну, как это происходит? Тебе убьет? И такой, эх, ладно, я спать пошел. Ха! Так, а это что у нас? Исцеление при попадании. Урон, критический удар. У нас, кстати, есть уже такой... На троечке вот использую точность, адреналин, множество, удары сверху. А если что дает у нас исцеление при попадании, ну? А, поговорить с мятежниками, блин, а я это... Спасибо, что спас нас. Это я виноват. Клянусь Анубисам, я лишь хотел подарить им мечту. И зачем я только рассказал им об этом? Довольно. Дети есть дети. Давай найдем их. За этим я здесь. Знаешь, куда они пошли? А, может быть, в старый храм Александра Великого? Я как раз рассказывал им про него. Он на северо-западе. Это вряд ли. Они могли отправиться в наш лагерь. Он на западе. Хорошо. Я поищу их возле храма, а вы в лагере. Я с тобой. А Себни пусть идет в лагерь. Там мечтателям самое место. Нет, чувак, иди с ним тоже. Ты мне только мешаться будешь, братат. Раньше здесь гуляли дети. Но с тех пор, как появились стражи фараона... Там, где раньше была жизнь, поселилась смерть. Да. Люди фараона, как змеи, что таятся в песке у нас под ногами. Они убивают и детей, и взрослых. А, пустыня для уставших душ. Воинов, поэтов. Не для невинных созданий. Знаешь эти места? Я рос здесь. Это дом. Но люди фараона уничтожили его. Расскажи про детей. Хитану прилежный ученик. Станет философом. И Стелла будет воином. Всегда защищает друга. Да, маленький боец. Ты что, учишь детей, как быть мятежниками? Я их ни к чему не принуждаю. Но людей фараона ненавидят все. Ха-ха-ха-ха. Люди будут винить и Стеллу. О чем ты? Она всегда говорит, что думает. А у него дух искателя. И Стелла защитник, но люди не слушают. Они хорошие друзья. И хорошие дети. Сдохни, твое! Вот так. Так, ты что не застревать, чувак? Ты что? Прикинь, там уже кто-то есть. Мы пришли. Хорошо. Мы сможем быстрее найти их следы, если разделимся. Так, надо вот этих сначала тут. Это такой же Астракон, как у детей на занятиях у Навы. Они потеряли его. Записи об Александре и храме. И разные домыслы о том, где сейчас его золото. Тут, как говорится, к Лайкову не ходи, что они находятся там. Помогите мне! Эй! Скорее! Тут змеи! Тихо, только не шевелись. О, там подпись. Должно быть, он ведет в храм. Так. Понятно. Где ты прячешься? Вот что тут? Что-то за бардак у вас происходит, а? Так, ну-ка что, я хотел приблокировать. Ну-ка давай, ударь меня. И ученый засыпает. Блин, ну смешно. Такой эффект, знаете, он два раза должен ударить. Кстати, нужно попробовать этот эффект на больших дядьках. Так. Не вижу. Не вижу, не вижу. Вижу сюда, да? Кстати, может полезно быть на вот это блокирование? Уед. Змея убита маленьким клинком. Какой чистый удар. Так, смеша. Дитя! Берегись! Змеи могут тебя укусить! Ох, змеи могут укусить меня! Да и сколько змей тут-то, офигеть! Так, где еще? Так, давайте, наверное, отодвинем мы. Что мы могли. Если что, пройти. Берегись! Берегись! Ты всех убил! Здесь явно чего-то не хватает. Куда оно делось? Эстелли пришлось взять щит, чтобы выбраться. А вот копье мы поднять не смогли. Ну? Скорее бы вернуться домой. Мы ведь нашли сокровища Александра. Мне, кстати, не дают пошевелиться. Я Хитану. Спасибо, Неп. Ты спас меня. Хитану? Из Мурлокомбота. Я не Неп. Зови меня Барик. Так, расскажи мне, что случилось. Мы пошли искать легендарные сокровища Александра Великого. Наш учитель про них рассказывал. Мы поняли, они где-то здесь. Пробраться в храм мы смогли. Но потом из воды появились змеи и окружили нас. А где Эстелла? Она ушла за подмогой. Ей не удалось уговорить. Ей пришлось закрываться щитом. Зато никто не укусил. Но прошло столько времени. Я волнуюсь. Она уже должна была вернуться. Раз она не с тобой, наверняка что-то случилось. Сперва мы выберемся. За мной. Эх, не переживай, мальчуган. Все будет окей. Найду твою Эстеллу. Хамет! Я так рад тебя видеть, Хамет! Я надеюсь, ты усвоил урок. О, да. Если бы не Баек, змеи сожрали бы меня. Ну, не сразу. Но участь все равно незавидная. Так. Эстелла сказала, куда пойдет. За помощью в лагерь у разлома. Поищу вашу воительницу. Иди на поиски. Она буквально притягивает беды. Понял. Слушай, я думаю, этот... Сейчас переждать. Переночевать. До ночи у нас. И потом до утра. Я смотрю, уже начинает смеркаться. Перкатся такой. Угу. Ну, как-то лучше. Будет. О! Тоже. Поехали. Я так понимаю, мне сейчас и щит дадут, да, какой-то? Было бы круто, если бы золотой. Потому что, видите, он говорит, пацан, она бряталась за щитом и прошла мимо змей. Дым. Это из лагеря. Дым, сигарет с ментолом. Бай. Ох, ох, нифига себе. Я думал, там кто-то курит, а это реально там пожар. Произошло. Блин, надо спускаться быстрее. Байк, прыгай уже. Сюда! Многие не простят вам эти злодеяния! Сюда, Меджай! С нами, Меджай! Бойк! Мы победим их! Будьте вы прокляты! Тут опасно своим мечом. Тебе, господин. И снова ты пришел к нам на помощь. Мы навеки останемся у тебя в долгу. Хитану жив. С ним сейчас Хамед. О, слава богам! Но и Стелла сейчас в большой беде. Ее похитил главарь разбойников Медон. Ему внезапно приглянулся ее щит. Она не стала его отдавать. И он украл ее. Все спрашивал, где она взяла этот щит. Писа-Арос. Он забрал ее в Писа-Арос. Оттуда не возвращаются. Прошу, найди и Стеллу. Медон будет пытать ее, чтобы все разузнать. Я пойду за ней. Медон за это ответит. Цитадель в горах к юго-западу отсюда. Будь осторожен. Дозорная Медона повсюду. Ищи злого лысого человека в сопровождении стражников. Угу. Злого лысого. Ты нашел Хитану? Так. А это, кстати, какой-то у нас, смотрите. Вроде и побочный. Но какой, смотрите, долгий у нас. Так, слушай, 800. Там, наверное, есть... Блин, нет. Тут, видите, мог бы этот, но я не открыл. Нету, нету территории. Ну ладно. Слушай, давайте я, наверное, сейчас поближе доскочу. И тогда включусь, чтобы сэкономить там время записи. Ну, чтобы лишнее. Сейчас я пока буду добираться, показывать неинтересно. Так, ну вот. Ближе сейчас. Первый я уже... Слобный взгляд со стражниками. Я нашел его. Медон. Я зажгу сигнальный огонь! Здрасте! Помогите! Я, кстати, сам зажжу. Я вижу дверь! Дубкин сын! Ты заплатил за... Держи, я тебе запсёк! С тобой! Благодарю тебя, друг! Да ладно, что ж ты! Так, а где он у нас? Нашли что-нибудь? Подожди, я немножко не пойму, где он. Так, подожди, здесь же цель была показана. Нет? Я прям... Уверен был, что прям тут была цель показана. Мне показалось. Или, может, он движется? Подождите, может, он на лошади движется? А, ну вот он точно, он на телеге даже не на лошади. Прочь, здоровье! Вот как называется! Не хочет рассказать мне, где сокровища! Ничего, скоро заговорит! Калёное железо может развязать язык любому! Я твой судья и палач! Ты умрёшь, мидон! Тебя что, прислали мятежники? Жалкая попытка! Ну, вставай! Я за подмогой! Какой подмога, чувак? Чувак, это рэпчик! Блин, вы, чуваки, мне мешайте только слистье с этой... Лох! Чё это за рука? Что там ещё? Живо с дороги! Иди в дуат. Теперь мятежники получат передышку. Надо найти крепость и спасти девочку. Так, чё... Чё-то тут, кстати, колышется. Колышется ветром бумажный листок. Почему с золотым не могли бы сделать? Потому что фиолетовый я как бы не собираю. Но он красивый. Хм. Ну-ка. Ну, ой, блин, он прикольный. Это реально он... Он куда лучше, чем мой золотой щит. Вот этот выглядит. Посмотрите, вот на этот щит и вот на этот щит. Блин. Так, поскакал тогда я? Доскочу я? Тогда поближе включусь. Так, ну чё, доскакал почти его. То есть метр. Тут у меня какие-то глюки. Не знаю, он ловит у меня. Типа от жары, что ли? Слушай, ну чё, можно тогда и эту синхронизовать. Если уже тут рядом. Так, у нас тут ничего нету. Сокровища есть. Есть что-то. Так, вот видите. Глюки. У меня камера, типа, фокусируется на звездопаде. То есть песни какие-то поют. Так, а как? Там где? Внизу? Нет, не внизу. То есть внизу, точнее, да. Так, я так понимаю, что это такое. Нет, записка. Организация 9 на 12. С наивной подписью на память. Организация, где можно улыбаться. Хотя улыбкой вряд ли что исправишь. Так, слушай, а где вот этот тут находится вход? О, это сокровище. Организация 9 на 12. Организация 9 на 13. Организация 9 на 13. Нравится это делать. Хотя уже под конец игры это уже как-то рутина становится, но все равно тоже интересно. Вначале вообще, когда только начинаешь играть, так круто, увлекательно так. Так, надо нам огонь с вами, ребят, затушить. А у вас тут два огня сигнальных? Я просто один увидел пока. Нет, я только на нее орлом поставлю. Увидят, сразу накинутся. Ага. Так. Так, кстати, тут сразу сокровище. Ой-ка, хорошо, что тут сразу оба сокровища. А раз, а их четыре вообще. Бежать некуда. Так, и устраняем с вами, да? Время вышло. Давай, бей, раз. И второй раз бей. Я в праву, солдат! Ну, раз. Будешь бить. Ты поплатишься! Что-то на больших не действует, не знаю. Что-то на больших не действует. Я берсерком его зародил. Он еще будет атаковать всех подряд. А потом, под конец, умрет. Так, где у нас сокровища? Там, вон они. Че, я прошел у них. Вот интересно, только у него выпадет что-нибудь из него необычное. Так, лучок. И все. Ну и все, мы крепость, кстати, зачистили. Угу. Угу. Лагерь мятежников, так, товарищи. Вижу, у тебя уже есть план побега. Еще какой? Садись в телегу и едем уже отсюда. Ты поплатишься! Куда ты едешь? К нам же не туда! Ой, нам надо выбраться сначала нужно. Погоня, погоня, погоня! Да, отлично. Теперь едем в лагерь. И мы встретим. Деловой такая руководит. Вот так. Езжай к валумам с деревьями. Там нашла, ведь. Какая тут проедущая. Добрались. Спасибо, храбрый воин. А это пацан, что ли? Я тут девчонок. Ты возьмешься поистине достойно. А нет, девочки. Это, ты от мятежников? Ты от мятежников? Эти мерзавцы хотели убить меня. А ты очень отважна для своих лет. Я должна быть отважной. Псы фараона хотят уничтожить нас и захватить все. Им не понять. Жизнь нельзя запереть. Она течет свободно. Мое сокровище. Я сражалась за него. И еще защищала хитану. Они бы нашли его и убили. Я так волновалась. Он жив-здоров. Вернулся в лагерь к остальным. Да и тебе пора. Знаю, знаю. Осторожнее, Эстелла. Не лезь туда, Эстелла. Настанет день. Я стану такой, как ты. Я освобожу пустыню и всех людей. В тот день найди меня, Эстелла. Почту за честь сражаться вместе. Так, ну что, все? Я буду заниматься с хаметом еще чаще. Вот увидишь. Угу. Так, сейчас я еще организацию тут устрою с вами. Кстати, блин, на полчаса сегодня квестик. Это побочный офигеть квестик называется. Вот на этом мы, наверное, и с вами и закончим. Как на какой-то планете Марс. Как будто, знаете, каменисто так. И это море. Как на какой-то планете Марс. 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 Продолжение следует...